Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне Data Yoga по Tableau. Сегодня у нас новые данные о продаже пончиков от Crispy Cream. В этот раз мы будем обсуждать, как построить Donuts чарты. Donuts чарты — это то же самое, что PyChart, или по-другому круговые диаграммы. Однако, внутри них есть вырез, в котором содержится некоторая общая информация, например, о продажах. Давайте подключимся к файлу и подстроим. Необходимы для нас Donuts чарты. У нас табло автоматически определил, что разделитель — это пробел, на самом деле это запятая, как и всегда. Но всего три столбца, год, как продавалось и продажи. Давайте сделаем разделение продаж по каналам и по годам. Давайте принесем тогда год в измерения, и будем с ним работать. Donuts чарты строятся в табло довольно интересным способом. Мы сначала строим PyChart, то есть обычную круговую диаграмму, а после этого накладываем на нее круг с данными. Давайте продемонстрирую, как это работает. Прежде всего, нам нужно сделать две диаграммы, которые будут соединены через Dual Axis. Мы будем использовать общий для них показатель, чтобы никаких изменений не было. Давайте будем использовать минимальное количество NamboFrecords. Очевидно, что здесь будет значение 1. Ставим меру минимум. Дублируем эту меру. И у нас есть два графика. Давайте оба приведем к формату PyChart, но на самом деле это не совсем верно. Как видите, у нас просто есть два одинаковых PyChart. Теперь давайте разберемся с левым сначала. Просто приведем, сделаем из него PyChart, разделенный продажам по каналам. То есть, у нас по цветам будут каналы продаж. Как видите, они одинакового размера, поскольку мы не используем никакой показатель. Показатель у нас будет продажа, мы их перетаскиваем в угол. И, как видите, у нас именились доли продаж. Таким образом, теперь мы можем сделать, чтобы они полностью занимали всю длину. Изменим размер. Сделаем даже побольше еще. Следующим этапом является то, чтобы наложить вот этот серый круг посередине сюда. И у нас таким образом все будет выглядеть как настоящий Донатчарт. Чтобы этого достичь, чтобы все выглядело довольно логично, давайте сделаем, во-первых, его только кругом, без этих PyChart. Сделаем его белым. И пропишем общую сумму продаж по всем каналам. И можем изменить даже размер, для того, чтобы было немножко все поудобнее. И теперь самое главное. Мы просто накладываем две овся друг на друга через функцию Dual Axis. У нас почему-то сдвинулось надпись. Давайте ее просто перетащим. И вуаля! У нас получился наш первый Донатчарт. Можем изменить немножко размер, чтобы все было немножко получше. Скажем вот так. Теперь следующим этапом является убрать все ненужные подписи. убираем здесь, убираем здесь. Через Show Header. Следующим этапом является перейти в вкладку формат и настроить границы и линии. Нам не нужно разделение столбцов. Вообще все, что здесь есть, мы убираем. Потому что нам это не нужно. Мы убрали столбцы. Теперь переходим вот сюда. Убираем опять-таки здесь все линии. На Threadlines у нас нет. Reference Lines и Tick Ise опять-таки убираем. И все, что здесь есть, мы настраиваем таким образом, чтобы ничего больше не оставалось. Вот. Следующим этапом для создания следующего дома чарта, то давайте применуем вот этот, назовем его sales by channels. Нам осталось просто заменить sales channel на год. Поэтому продублируем. Назовем его sales by years. И единственное, что нам осталось сделать, это переместить год и заменить его на sales channel. Все. Это то, что мы хотели добиться. Теперь мы можем все с спокойной совестью добавлять на дашборд. Давайте так и делаем. На самом деле, там, естественно, можно разместить все в различном формате, добавить какие-то фильтры, но я думаю, человек, который прослушал весь курс от начала до конца вполне способен сам это сделать. И перенесем год сюда. Таким образом, у нас появились два дона чарта, которые было сделать не очень сложно. На этом я закончу рассказывать про дону чарты. Всем спасибо за внимание.